Девушки отдыхают Сидия Final Fantasy Если вам это название ни о чём не говорит, значит А. Вы не играли ни в одну из финалок Б. Вы купили PSP только вчера и нифига в этом не шарите И В. Вас недавно изучили от комы, в которую вы впали в далёком 97-м году Итак, эта игра представляет собой файтинг-рпдж, посвящённый мачиллу персонажей всех финалок друг с другом Что? Файтинг-рпдж? Да как такое возможно? О да, ещё как возможно Здесь есть и экспо, и деньги, и скиллы, и прочая хрень, которой привыкли геймер-рпгшники, как я С новым левелом персонажи растут базовые характеристики И появляются новые умения И поверьте мне, если разница между вами и вашим противником больше десяти То вы в большой заднице Давайте отбросим рпг крайности и посмотрим на геймплей В игре есть два типа управления, файтинг-стайл и команд-стайл Первый комментировать не надо, берёшь, дотыкаешь на те кнопки, которые ты назначил до этого в кустомизации персонажа А второй, второй представляет себя смесь Crysis Core и оригинальной киналки Я попробовал поиграть И получилось не очень Смотрим монтаж Мало того, что мой персонаж передвигался как Буратино, он ещё и атаки осуществлял, ну явно не подходящие для данной ситуации И если вы думаете, что я пробовал только один раз, вы глубоко ошибаетесь Ну да хватит о грустном Давайте поговорим об интерфейсе Итак, мы видим, у персонажа есть три характеристики ХП внизу, странная полосочка сбоку и большие цифры Которые означают брейвери Ну с первым это всё понятно ХП, а не в Африке ХП Второе необходимо для входа в режим овердрайва и проведения суперударов Ну а третье... Третье по сути является уроном В игре есть два типа ударов По ХП и по брейвери Спрашивается, зачем ведь по брейвери, когда можно бить по ХП Дело в том, что после удара по ХП Ваша брейвери падает до нуля И чтобы его повысить, надо бить противника Поэтому у вас с вами основными атаками будут не атаки по ХП Но не будем вас загружать всякими непонятными словами Есть также блок, есть уклонение И упомянутый выше режим овердрайва Впрочем, хватит о механике игры и поговорим о сюжете Казалось бы, это же чёртово Final Fantasy Это игра, в которой сюжет имеет основную ключевую роль Он просто такой суть грубый разобкрученный, что без гайда в нём не разобраться временами Но нет, в данном случае всё просто как 2x2 Проходим тренировочку Собираем камушки, ну как обычно у всех Final Fantasy Потом побеждаем главного злодея И вот, собственно, и всё But wait! Это не значит, что игра закончилась И вообще, слово Это только начало Это слово, наиболее часто попадающееся в этой игре Значит, собираем камушки Казалось бы, всё, мы победили А нет, это только начало Побили главного злодея Казалось бы, это всё А нет, это только начало Появилась новая компания с какой-то тёткой Где мы походим в какое-то обучение Проходим её И всё равно это только начало Проходим какую-то кампанию по воскрешению для возвращения в бой И всё равно это только начало И открывается последняя кампания Которую ваш слуга так и не смог осилить Ввиду её чрезвычайной сложности Видели в чём дело До этих уровней И я очень хорошо проходил игру И мне казалось Что круче меня играет только Чак Норрис Но Эти руни мне показали мне просто Что я неправ И играл совершенно неправильно в эту игру Вот тут небольшой отрывочек С моими попытками пройти Один из этих уровней Я остановился на четвёртой из пяти глав Но так и не смог продвинуться дальше Дело в том, что Там Не просто персонажи 105 уровня Хотя у ваших максимум это 100 У них читерские Экипировки И хай-эндовый Шмот Который собирается Таким задростом До которого Даже я не могу дорасти Давайте поговорим о графике Хотя Что о ней говорить Тут и так всё видно По идее Если взять повтор из этой игры И включить на Большом мониторе У него можно будет наслаждаться Практически как в фильме Тем более, что В игру встроен Очень удобный редактор повторов Где можно менять ракурсы камеры Я Не особо в этом разбирался Мне лень Но В принципе Вот Первый повтор Который играл в самом начале игры Он был очень кинематографичен Итак, звук Звук Зависит от версии игры Если вы играете в японку То претензий нет В английской же версии Что? Что? Боже Да, персы были немного Имовато в игре Но не настолько Там, где в японке В голосе чувствуют Крутость персонажа Крутость его яиц Мощь его голоса Тут же Какой-то у нас Эммо-пофигист Что за об этом? Ну, по крайней мере Они не поют А музыке тоже не нужно говорить Лучше один раз послушать Субтитры сделал DimaTorzok Здесь есть и миксы И оригинальные песни И даже это И слушаются они просто С замиранием сердца Вот я их с удовольствием Закинул на свой mp3-плеер И теперь наслаждаюсь Отдельный разговор Эта песня В конце Во время битвы С финальным боссом Я вставлю в самом конце Вместе со своими Субтитровыми комментариями Субтитры сделал DimaTorzok